Привет, друзья! Меня зовут Саша Дракон, а вы смотрите очередной выпуск из серии «Танцы. Доход на любимом деле». Это серия видеосоветов для тех, кто хочет свою жизнь еще больше связать с танцем, чтобы не прекращать тренироваться, продолжать развиваться и зарабатывать на этом деньги. Если вам эта тематика интересна, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал. Здесь будут новые видеоуроки. Ну, а также вписывайтесь вот в эту тему, перейдите по ссылке. Здесь появляется вся эксклюзивная новая информация относительно того, что и как делать, а также некоторые видеоуроки, которых не будет в прямом доступе. Поехали! И наш сегодняшний выпуск посвящен тому, какие основные типы аренды бывают для танцевальных студий и школ, и какую именно нужно выбрать вам, чтобы это было для вас действительно выгодно. Поехали! Первый тип аренды, который, ну, наиболее, скажем так, наверное, приходит в голову и распространен, это так называемая полная аренда. То есть, вы платите некую сумму в месяц за то, что зал находится целиком в вашем распоряжении. Это очень удобно, если у вас есть чем этот зал загрузить. То есть, у вас много групп, вы планируете делать, у вас там, ну, вы много репетируете, и вам, соответственно, выгодно, чтобы все время забить, и вам действительно нужно много времени. В этом случае полная аренда – это очень хороший вариант. Особенно есть вот такая фишка. Если вы берете в полную аренду, то лучше берите, когда сразу бывают помещения, где два зала. То есть, фишка в том, чтобы брать в полную аренду как раз помещение с двумя залами, там, с раздевалкой и так далее, и так далее. Тогда в этом случае вы действительно сможете очень хорошо заработать, а не работать там примерно в районе нуля. То есть, здесь вы можете получить хорошую, реально, прибыль. Что ж, этот тип аренды подходит для школы, в которой много преподавателей. То есть, не вы один там разрываетесь между двумя залами, как-то пытаетесь вести, нет. Где есть наемные преподаватели, может быть, это ваши знакомые, может быть, еще кто-то, и вот они ведут занятия. В этом случае полная аренда – это суперский вариант. Единственное, вы должны учесть, что вам нужно будет платить за летние месяцы, когда у вас загрузка будет, ну, небольшая, но вам все равно придется платить за зал. И тогда это вот, ну, будет очень существенно. И поэтому мой совет для тех, кто выбрал этот путь – откладывайте деньги на аренду в пустые месяцы уже начиная с сентября. То есть, пустые месяцы – это там июнь, июль, август. Ну, это очень важно. Второй тип аренды, который подходит начинающим, да и не только начинающим, это так называемая неполная аренда. Что это такое? Вы приходите в какое-то место, может быть, это другая танцевальная студия или еще где-то какой-то зал, и вы говорите, «Ребята, я хочу заниматься, допустим, три раза в неделю, например, вечером, стальки до стальки, и я вам буду платить столько-то денег». Как правило, в этом случае вы платите либо за количество часов, которые вы занимаете в неделю, и оплата идет за каждый час, либо вы как-то договариваетесь с директором, что вот я занимаю столько-то времени, и вот столько-то каким-то образом тебе отдаю. То есть, этот вариант, на мой взгляд, очень неплох для тех, кто либо сам ведет свои группы, либо в самом начале только, ну, своей карьеры. То есть, вы при этом не рискуете большим количеством денег, потому что, когда у вас полная идет аренда, у вас сумма получается довольно-таки значительная, хотя и заработать вы тоже можете очень здорово. Тем не менее, неполная аренда – это второй вариант, и он, может быть, для вас также очень полезен. Есть еще третий вариант, который не все знают о нем. Тем не менее, он очень выгоден, и особенно он выгоден тем, кто только начинает. А именно, это работа с государством. Хотя и для продвинутых тоже неплохо. Что это значит? Есть много мест, куда вас могут взять преподаватели танцев. Это может быть ДК, Дом культуры, это может быть школа, это может быть досуговый центр, это может быть все, что угодно. В этом случае вы вообще не платите за аренду. Наоборот, если вы устраиваетесь как преподаватель, вам идет какая-то зарплата, начисляется, у вас даже идет трудовой стаж. В общем, ну, есть некие плюшки. Плюс, может быть, в этом месте вы сможете оформить, как бы, платные доп. услуги, и плюс к зарплате вам что-то будет начисляться. То есть, вариант хорош чем? Вы не платите за аренду, наоборот, деньги идут вам. То есть, вы не зависите от того, что, вот, ну, вот, нет сегодня учеников, и чем платить аренду, непонятно. У этого есть минусы. То есть, какие минусы? Работая под государством, вы все-таки подневольный человек. То есть, вы будете заполнять кучу журналов, которые будут съедать вам мозг. Вы будете выступать на всех детских утренниках этого мероприятия, ну, этого учреждения. То есть, на всех праздниках вас будут просить выступить. Но, тем не менее, вариант, опять-таки, повторюсь, очень хороший для тех, кто начинает. Потому что, а, вы бесплатно, считай, учитесь. То есть, вам платят деньги, а вы говорите, что вы кого-то учите, да, и учите. То есть, хороший способ для старта. Я сам начинал именно так. Поэтому я этот способ хорошо знаю. Вот. Тем не менее, я вам сейчас рассказал о трех основных вариантах. Могут быть какие-то смежные варианты, да, то есть, этим все не ограничивается. Но три основных я вам рассказал. Выберите тот, который вам, лично вам, будет более удобно или кажется. Либо, если вы сомневаетесь в том, какой вариант в вашей ситуации будет вам более полезен, вы можете написать внизу к комментариям вашу ситуацию. Допустим, я никогда не преподавал, но хочу, у меня в городе есть то-то, то-то, я танцую то-то. То есть, ну, напишите. Я постараюсь вам ответить и постараюсь уточнить, что вам может быть полезно. То есть, в комментариях к этому видео. Также обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Это вот здесь вот. И подписывайтесь вот здесь. Это много информации по этой тематике, которую я буду давать в онлайн-вебинарах, тренингах, в закрытых уроках. Вот. Это все будет только для тех, кто впишется вот сюда. Что ж, успехов вам, процветания и как можно больше танцуйте, получайте удовольствие и, конечно же, зарабатывайте на этом деньги. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Саша Дракон, а вы смотрите очередной видеоролик из серии «Танцы. Доход на любимом деле». Эти видео-выпуски посвящены тому, как зарабатывать на танцах, чтобы продолжать оставаться и в культуре, и при этом обеспечить свою жизнь достойно, интересно и ярко. Что ж, приступим. Тема нашего сегодняшнего выпуска. Мы поговорим о том, что является главным, когда вы открываете свою танцевальную студию. Без этого у вас никогда не получится успешный танцевальный бизнес. Что ж, окей. Первое. Во-первых, если вам эта тематика интересна, подпишитесь прямо сейчас на мой YouTube-канал. Так вы будете в курсе всех новых видео-уроков. И также впишитесь вот в эту тему, перейдите по этой ссылке. Это очень интересно. Это тоже для того, чтобы вы получали своевременно самую актуальную интересную новую информацию. Приступим. Смотрите от выпуска до конца. Что ж, первое, с чего всегда начинается любая танцевальная школа, маленькая, большая, неважно какая, это то место, где вы тренируете. То есть это зал. И вы должны очень-очень четко и правильно понимать то, какой тип у вас школы. То ли вы даете классы, то ли вы ее организуете как именно школу с большим количеством преподавателей. От этого сильно зависит тип зала, тип аренды, которая будет наиболее вам выгодна. То есть это самый-самый базовый первый камень, без которого у вас не получится сделать хорошую рентабельность. То есть вы должны в первую очередь продумать, где будет находиться ваш зал, кто будет в него ходить, какую вы готовы платить аренду. То есть это очень важно. С этого все начинается, первое. Второй кирпич, такой вот такой, это реклама. Друзья, люди, ваши ученики, они, которые у вас будут или уже есть, они не приходят из воздуха, они не появляются как в сказке, вот вы щелкнули пальцем, они наполнили ваш зал. Нет. Это сознательная работа. Реклама – это то, что вы обязаны делать. И от того, насколько хорошо вы определили тип вашего клиента, насколько хорошо вы под него сделали рекламу, это тоже очень важно. То есть реклама не бывает вообще. Она бывает конкретная, под конкретных людей, под конкретную группу, которую вы хотите закрыть, под конкретные направления и так далее, и так далее. Существует много тонкостей, о которых я вам в будущем расскажу. Так вот, реклама – это второй фундамент. Причем есть одна фишка, которую не все понимают. Вот, особенно те, кто даже открывает школу. Многие сначала открывают школу, потом начинают запускать рекламу. Вот в корне не так. Вы сначала можете запустить рекламу, даже когда вы еще не знаете толком, где у вас зал есть, будет, да. Важно, чтобы у вас уже появились люди, которые хотели бы заниматься. Тогда ваше развитие танцевальной студии вашей будет гораздо быстрее, гораздо интенсивней и принесет вам больше и удовольствия, и результатов. Вот. Следующий, следующий, третий большой кит – это преподавание. Преподавание важно не только потому, что вы хотите, чтобы ваши ученики были там хорошими, выигрывали что-то. Преподавание – это еще и способ удержать учеников. То есть, когда вы вкладываетесь в рекламу, в свои деньги вкладываете, в свое время, и у вас в зале появляются люди. И вот от того, как вы преподаете, на что вы акцентируете внимание, зависит то, насколько долго они будут к вам ходить. То ли у вас будет текучка, и вы будете постоянно либо в пустом зале, либо вкладывать много денег в то, чтобы привлечь этих людей к себе. Поэтому то, как вы преподаете, какие вы используете фишки для того, чтобы эти люди оставались с вами, от этого зависит то, насколько у вас будет полный зал. Опять-таки, в конечном итоге, будут ли у вас ученики ездить на фестивали, будет ли их много, и будете ли вы с этого что-то иметь. Итак, три кита. Обязательно досконально продумайте зал, местоположение, аренду и так далее. Второе – реклама. Причем рекламу можете запускать до того, как вы откроете школу. То есть, вы примерно знаете, где и когда это произойдет, и под это вы уже готовите рекламу. И третье – это, безусловно, система вашего преподавания. Она должна быть сделана таким образом, чтобы вы максимум удерживали людей. Тогда вы будете успешны. Что ж, с вами был сегодня я, Саша Дракон. Если эта тема вас затронула, если она интересна, пожалуйста, оставляйте комментарий внизу в подписи к этому видео. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, вот вы его видите здесь. И вписывайтесь вот в эту тему, чтобы получать еще больше информации, онлайн-тренировок и так далее, и так далее по этой теме. Если есть вопросы, еще раз, пожалуйста, в комментарии к видео. Если есть какие-то пожелания, что вы хотите узнать, пожалуйста, тоже пишите внизу к видео. Увидимся онлайн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!